Записки Джемаль Паши. 1913-1919. Если бы армян было больше, чем турок и курдов, то число погибших в этой резне мусульман оказалось бы несравненно больше, чем армян. Лучшим доказательством этого может служить число турок, погибших от рук греков в Морёе. Но так как на этот раз пострадавшими оказались мусульмане, то не нашлось поэтов подобных Байрону и Шитебриану, чтобы воспеть их мученическую гибель и эти кровавые события не оставили по себе никакой памяти, за исключением летописи османской истории. Исходя из моих взглядов на управление империей, я всегда осуждал систему подавления революции использованием народных масс для организации резни. Такие системы наносят государству непоправимый ущерб и оставляют кровавые пятна на страницах его истории. Мои взгляды были разделены всеми истинными турецкими патриотами, которые сгруппировались вокруг партии младотурок. Эти люди осуждали события 1894-1896 эрадов и считали их огромным промахом султана Абдул Гамеда II, который надеялся укрепить власть такими жестокими мерами. Ахмед Резабей и его друзья, бывшие в это время в Европе, оказывали существенную помощь восставшим армянам. Другие же революционеры, в числе которых был и я, находились в период этих событий в Турции. Мы все резко осуждали Абдул Гамеда, находя, что его политика причиняет зло не только Турции, но и всему исламу. Наконец, наиболее видные из вождей армянских революционеров начали понимать действительное положение вещей. Они увидели, что в то время как Россия, с одной стороны, не останавливается ни перед чем, чтобы добиться независимости турецкой Армении, а кавказские армяне изнемогают под гнетом российского демократического правления. Получив согласие от Абдул Гамеда не строить железных дорог в Восточный Анатолий, Николай II со своей стороны обещал султану запретить возвращение тех армян в Турцию, которые после восстания 1896 года бежали на Кавказ из Турции. Это соглашение – самый ясный показатель истинных намерений царской России по отношению к армянам. Не подлежит никакому сомнению, что благополучие каждого народа базируется на его культурности и материальных ресурсах. Но благополучие будет далеко не полным, если в стране нет железных дорог. Русское царское правительство, требуя реформ для населенных армянами велоетов, заботясь, якобы, о благоденствии турецких армян, непременно с этим настаивает на том, чтобы в этих областях не проводилось железных дорог. Как же объясняет это господин Мандельштам? Он довольствуется, в данном случае, руганью по адресу одного европейского писателя, который обратил внимание на этот вопрос. Но ведь ругань еще не доказательство.